Северин, вот как ты думаешь, что русские переняли у американцев? Ну, фастфуд, фильмы, сериалы, модные лейблы одежды и еще много всего. Ну да, в целом ты прав, но мы же с тобой сегодня говорим о спорте. Кстати, американцы очень гордятся своей спортивной историей. То и неудивительно, ведь на их территории зародился баскетбол, американский футбол, регби и бейсбол. Да, это очень популярные, я бы даже сказал, культовые виды спорта, не только в Америке, но и во многих странах мира, в том числе в России. Уже достаточно давно создаются спортивные объединения с американским спортом. Сыктывкар это модное вене тоже не обошло стороной. В нашей студии Денис Левицкий, тренер бейсбольной команды «Сыктывкарские лесорубы». Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Как давно у нас появилась секция по бейсболу? Начали мы все это еще в 2010 году, потихоньку собрались. Нас было тогда много, около 20-30 человек приходило. Мы создали две команды, играли между собой. В 2011-2012-2013 годах мы даже выезжали в другие города. В Ижевск ездили, в Киров, играли с их командами. Как получилось? Не всегда успешно. Побед нашей команды не было, к сожалению. Но все равно тренировались. Тренировались. И потом был небольшой перерыв. И вот сейчас мы сделали реорганизацию, создали новую команду, объединили всех, кто занимался бейсболом у нас. Команду называли «Сыктывкарские лесорубы». В честь того, что республика наша богата лесами. И еще есть интересный момент. Новички, когда приходят в наше бейсбольное сообщество, по неопытности машут битой, как попало. И бывает удар сверху делал, как будто рубит топором дерево. И удар называется «ярость топора». А вот российский бейсбол, он как-то отличается от американского? Или все-таки нет? Это вот прям такая же игра? Да, есть отличия. Самое главное – это отношения. В Америке это жизнь. Это бейсбольная жизнь. У нас люди немножко смешивают политику и спорт. И считают, что это какой-то американизм, перенятие. И негативно относятся, даже не попробовав, не зная, что такое бейсбол, что это такой спорт интересный. Уже скептически к нему относятся. Мы пробовали играть в лапту народную, русскую. Но она все-таки менее интересна. Она не такая захватывающая. Ну, у нас уже любят зрелищное, чтобы было. Поэтому, наверное, в этом уклоне сделали такой бейсбол. Вообще, какие должны быть навыки у человека, чтобы заняться бейсболом? Понятно, что, допустим, легкоатлет должен сильные ноги, может быть, немного весить. А какие качества должны быть у бейсболиста? Ну, прежде всего, это реакция. Нужно быть готовым всегда отреагировать молниеносно. Будь то это отбить битой на поданный тебе мяч. Или поймать мяч, который тебе отбили. Быть готовым всегда действовать. Действовать быстро. Вы сказали, что у нас раньше было несколько команд в регионе. Вот сейчас вы остались одни. А с кем вы тогда играете? С кем соревнуетесь? Ну, сейчас мы делимся просто на две команды, два состава, получается, как будто основной и дополнительный. И играем между собой. То есть никуда не выезжаете? Пока нет, не выезжаем. А в планах, может, есть? Когда создадим плотный костяк команды, тогда мы сможем уже подать заявку на турниры. У нас в России проходит много турниров в Москве, в Ярославле, по Волжской лиге, Ижевск, Казань, Новгород. Много городов, где играет бейсбол, проходят турниры. И мы можем туда командой уже поехать официально. А сколько вообще состав команды бейсбольной должен быть? Девять человек. Девять человек. Минимально. А вас сколько? Нас, ну вот мы на игры набираем, было около 15 человек. На две команды делили со в среднем. Сейчас около шести, восьми человек ходят, постоянно тренируются. А если вот кто-то пожелает присоединиться, можно ли? И все-таки впереди зима. Как вы планируете дальше тренироваться? Мы всегда готовы встретить новичков, любых желающих, кто хочет попробовать. Мы проводим тренировки абсолютно бесплатно. Приходите, играйте, тренируйтесь. Зимой мы занимаемся, если погода позволяет, на улице. Но это уже ближе к весне, когда теплеет. Либо арендуем залы. Но с этим, конечно, проблемы. Ну да, понятно. Не пускать нас, да. Мячики летают, твердые. Но стараемся иногда найти зал, где нас примут. Ну, кстати, со стороны-то кажется, что мячик легкий. А на самом деле он сколько весит? Он весит 150 грамм. Если только мячик попадет. Да, и он достаточно твердый. То есть довольно-таки больно. Ну да, он еще из кожи, да, настоящей? Да, там настоящая кожа. То есть тресный, тресный. Поэтому у нас, да, есть защиты, шлемы. И поэтому нужна реакция. Ну что ж, хочется, чтобы побольше людей заинтересовалось этим видом спорта. То есть, может быть, наша республика может стать родоначальником экстремального бейсбола в минус 30, например. В варенках. Вот, ты ломаешься в минус 30. А, все. Понятно. Спасибо вам большое. Желаем развития. Спасибо. И побед вам.